Дельтарун — это игра, основанная на Undertale, можно сказать, официальная альтернативная вселенная. На данный момент вышла всего лишь первая глава, а полная версия игры будет завершена в лучшем случае через несколько лет. Но мои зрители, посмотревшие все грехи Undertale, не хотят ждать так долго и требуют снять такой же разбор грехов на эту единственную главу. Что ж, давайте посмотрим, есть ли в ней какие-либо заметные просчёты, которые-то вряд ли будут объяснены и оправданы в полной версии игры. Поскольку Дельтарун рекомендуется самим разработчикам специально для тех, кто уже прошёл Undertale, этим играм не избежать сравнения. И не забывайте, что не существует произведений без грехов, а если произведение действительно хорошее, то никакие косяки его не испортят. С самого начала игрока пытаются потроллить, не разрешая выбрать, за кого ему играть. Да, как будто в том же Undertale у нас был такой выбор, не считая бесчисленного количества других игр. Торель произнесла реплику, а спрайт продолжает хлопать ртом после её завершения. У старых персонажей из Undertale голосовые эффекты почему-то стали звучать со странным эхом, из-за чего они кажутся более механическими и неживыми. В самом начале игры вам придётся бегать с настройками по умолчанию, так как самому изменить управление и включить автобег можно только после попадания в Тёмный мир. И каждый раз, когда вы начинаете новую игру, управление нужно настраивать заново. Всё для удобства игрока. Отражение в зеркале не совпадает с реальностью. Торель слышит звук слива и стучится в дверь, хотя всё это время находится на улице у машины. Вместо того, чтобы сразу поехать вперёд, то Рель зачем-то сначала отгоняет машину в сторону. Машина в наглую перекрывает сразу обе полосы на дороге, и никто не возражает. В начале Undertale нас удивили первым встречным, который оказался безжалостым убийцей. В Дельта Рун нас пытаются впечатлить обычным буллингом. Мелковато, не находите? Альфис говорила, что не может начать урок без мела, но буквально тут же его начинает, стоит герою выйти за дверь. Карандаш и бинт превратились в меч и броню, но телефон по приколу остался нетронутым. Первый же предмет в игре является уникальным, но может быть либо продан за 100 рублей, либо использован для усмирения самого мелкого врага. Для единственной и неповторимой вещи это, мягко говоря, слабая реализация. Сьюзи возмущается, если игрок идёт назад, если идёт вперёд медленно или наоборот быстро, но не возражает, если стоять на месте или бегать туда-сюда. В необитаемом городе уж слишком много окон, за которыми горит свет. Для спасения мира нужен человек, монстр и принц из тьмы, то есть человек и два монстра. Или принц из тьмы это отдельный биологический вид? Да нет, вроде такой же монстр. Почему он тогда не может сыграть за двоих? Если отказаться слушать легенду, лансер появляется почти сразу же. В противном случае терпеливо ждёт конца рассказа где-то за кадром. Ранее лансер обрушил на игрока буквально лавину снарядов, но в битве способен выложить от силы горсть. Какой лучший способ изобразить тёмный мир? Ответ. Сделать его светлым и окружить всё чёрными стенами. Гениально! При входе на поле отображается название его музыкальной темы, но больше ни на одной локации такого не происходит. Прощайте, большие и детальные спрайты, пафосно возвышающиеся над игроком во время битвы. Нет, я не считаю, что их отсутствие само по себе плохо, но по сравнению с Undertale это выглядит как шаг назад, и воевать с маленькими спрайтами уже далеко не так эпично, как с большими. В лучших традициях Undertale, персонаж, который уже не хочет сражаться, всё равно будет упорно делать это до бесконечности. Причём как бы уставший персонаж атакует всё с той же силой и скоростью, что и раньше. Убивать врагов в этой игре невозможно, но при этом зачем-то остаются такие элементы, как полоска здоровья, уровень и количество получаемого опыта, которое всегда будет равно нулю. Не говоря уж о том, что враги сбегают даже в том случае, если их усыпить. В общем, сделали из игрока какого-то обязательного пацифиста, который даже при всём желании не может никого убить. Что, кстати, весьма не сходится с персонажем. В Undertale у нашего героя была нейтральная внешность, нейтральное выражение лица и отсутствие какой-либо биографии. Идеально для того, чтобы вести его как по пути героя, так и злодея. В обоих случаях выглядит органично. Но в Deltarune нам сразу же дают понять, что мы играем за плохого парня. Он мрачный, молчаливый, его глаза всегда скрыты в тени волос, а по разговорам с другими персонажами можно понять, что он весьма трудный ребёнок. Из-за всего этого концовка главы становится весьма предсказуемой, а обязательный, навязанный пацифизм во время игры, наоборот, нелогичен. К слову, как удары по врагам, так и действия с пощадой имеют один и тот же эффект, влияя лишь на развязку в финале. Таким образом, само наличие возможности сражаться абсолютно бессмысленно. Зачем заморачиваться с попаданием в критическую точку? Зачем тратиться на покупку оружия? Всё равно эффект один, противник убежит, а игрок не получит никаких бонусов, включая опыт. И если только Крис может закрыть фонтан, то зачем нужны двое остальных персонажей? Их необходимость вообще никак не объясняется, кроме как решить пару паззлов в начале игры. Сьюзи возмущается тем, что Крис и Ральзей предупреждают врага, но никак не реагировала на это в предыдущих битвах. Причём она неоднократно говорит про жестокое убийство врагов и атакует их со всей силы, но вот этих ребят она почему-то всего лишь втоптала в землю, а не убила, хотя никто не мог ей помешать. В то время как у Ральзея пустует целый личный город, рядом с ним живут какие-то бедолаги, еле сводящие концы с концами. Почему бы Ральзею не пригласить их к себе? Нет, ни слова об этом он не скажет. И вот этому персонажу мы должны сопереживать? И если в подземелье были хотя бы какие-то дома на фоне, то для всех этих джентльменов, которые платят за аренду чего-то там, разработчик не стал изображать даже намёки на место, где они живут. Ральзей и Сьюзи зачем-то убегают в следующую комнату, хотя тут же вновь следуют за Крисом. В начале битвы весь фон с посторонними предметами исчезает, но иногда кусок декорации в наглую остаётся в кадре. Очень много смысла в возможности вылечиться у этого персонажа, когда рядом же точка сохранения. В отеле Снежнеграда из Undertale хотя бы давалось повышенное здоровье, а тут совсем ничего. То, что в бою движется душа Криса, но урон получают все, ещё можно понять, но за пределами битвы тот же самый элемент выглядит так, будто Ральзей и Сьюзи — бесплотные призраки. Несмотря на то, что все локации в игре линейны, Лансер и Сьюзи упорно обгоняют игрока какими-то обходными путями. Даже в лабиринте, где они оба вроде как застряли в тупиках. Нет, это не секретная локация и не пасхалка. Просто разработчик забыл проверить границы территории, по которой можно ходить. И тут же ещё один баг. И если проиграть Сьюзи и Лансеру, то игра вылетает при попытке перейти в другую комнату или позвонить по телефону. Неужели её толком никто не тестировал? Ральзей не позволяет нам уйти назад под предлогом того, что мы близки к цели, но после посещения тюрьмы почему-то уже не применяет эту отмазку. Бегайте по миру, сколько влезет. Лансер изначально знал, что воины света придут в его замок, чтобы закрыть фонтан, и только в самом конце путешествия до него вдруг дошло, что для этого им придётся пройти через его отца. Слоупок 80-го левела. Какая огромная армия, способная по факту просто навалиться на героев и задавить их массой. Думаете, мы ещё увидим всю эту толпу? А фиг там, только парочку. Остальные уволились месяц назад. Если не покидать коридор, где рейнджеры преследуют Криса, то они будут просто висеть на месте, не делая абсолютно ничего. Снаряды врагов всегда отнимают здоровье и убивают, но, если это нужно сюжету, могут просто оглушить, не нанеся никакого урона. Героев бросают в темницу не только со всеми вещами, но даже оружие они отбирают. Выходите и крошите всех. Дверь в Сьюзе открывается только с помощью пазла, но в ней зачем-то есть замочная скважина. Причём у этого и следующего пазла нет топок управления. Символы, похоже, добавляются силой мысли. Охранник убежал, но даже и не подумал вернуться с подмогой. Да-да, с той самой армией. Лансер неожиданно обзавёлся богатырским здоровьем, а Сьюзи — огромной атакой. Плюс к зрелищности, минус к логике. Сьюзи почти убила Лансера, но после битвы он снова как огурчик. Когда надо сюжету, лифт будет тащиться полчаса, а после этого достигать нужного этажа за секунду. Ральзей и Сьюзи выходят из лифта, после чего Крис может бросить их и уехать на другой этаж, а они читерски телепортируются к нему. Страницы руководства разлетаются по ветру, даже если выбросить его где-нибудь в лифте. В отличие от Лансера, рейнджеры используют совершенно не те атаки, что были во время преследования. Прикол с глупыми головоломками Рукселса мог получиться забавным, если бы он до этого не завандалил точно такую же головоломку, так что в его наивности просто нет никакого смысла. Предпоследний враг и одновременно мини-босс проходится не только легко и быстро, но даже еще проще, чем в первый раз. Для конца эпизода это слабовато. Весь финальный босс состоит из одного клише. Злодей тянет время, пока героя не спасут в самый распоследний момент. Постоянно одно и то же. Босс болтает, нависает над героями, спаунит снаряды, и каждый раз их что-то спасает. Слишком предсказуемо. Финальный поединок еще больше принижает смысл сражения. Вам нужно всего лишь продержаться 15 ходов, что вполне нетрудно сделать, и король сам перестанет сражаться. Вы заморочились с тем, чтобы одолеть Джевила и получить лучший топор в игре? Вы старательно копите очки напряжения, чтобы лишний раз стукнуть босса усиленной атакой Сьюзи? А смысл? Максимум, что вы можете сделать, это завершить битву не за 15 ходов, а где-то за 10, и результатом в любом случае будет одна и та же сцена. Не важно, били вы короля или пропускали ходы, ничего не изменится. Обидно? На спасение героев прибегает целая толпа Рудинов и Хетти, несмотря на то, что именно с ними можно было избежать встречи на протяжении всей игры, кроме одной битвы. Не говоря уж про вот этих людей в черном. Кстати, этой позитивной развязки со свержением короля не произойдет, и если вы побили и прогнали хотя бы одного единственного врага за всю игру, за исключением Лансера и Джевила. Да-да, вот так все плохо. В Undertale убийством какой-нибудь лягушки можно только забороть путь пацифиста, о чем узнают лишь пара ключевых персонажей. А здесь, прогнав даже самого никчебного противника, вы сразу становитесь врагом народа. Логика. Из этого же вытекает сюжетная дыра. По ходу игры Сьюзи лично растоптала нескольких мирных жителей, и этот факт не отменяет хорошую развязку. Но вот если вы побьете хоть одного из них в битве, то все пропало. В плохой развязке Сьюзи усыпляет короля заклинанием, которое она подсмотрела у Ральзея, даже в том случае, если он ни разу его при ней не использовал. Глава игры и без того весьма короткая, но даже в случае хорошей развязки нам не дают напоследок прогуляться по локации, в отличие от Undertale. Причем в лучших традициях игр про покемонов. Кто-то тупо встал поперек дороги и без причины не пропускает вас. При этом почему-то все уверены в том, что Крис и Сьюзи вернутся обратно, хотя никто так и не объяснил, как именно они попали в этот мир и как им прийти сюда позже. Ведь если фонтан закроется, то у них и не будет причины возвращаться. Блин, ну вот опять. Мало нам было фриской чары в Undertale, пол которых не определен, из-за чего, как их не называй, а кто-то будет в ответ орать, нет, он пацан, нет, она девка. И в Deltarune разработчик снова ввел персонажа, вызывающего сомнения в том, какого он пола. Да-да, пусть в игре неоднократно упоминалось, что Ральзей парень, многие игроки и зрители все равно вопят, она же девочка, она просто притворялась. Следовательно, и здесь тоже, стоит мне где-нибудь назвать Ральзея он, как сразу возникнут те, кто будет доказывать обратное. И в этом виноват Фоби Токс. Но с другой стороны, он же такой миленький. Рога Ральзея все время были загнуты к макушке, после снятия шляпы они загнуты точно так же, но в диалоговом окне разогнуты в разные стороны. В самом конце путешествия Ральзей, до этого только и говоривший о пророчестве и предназначении всех троих, даже не соизволил прийти и посмотреть, получится ли у Криса закрыть фонтан, не говоря уж про участие в этом деле. Волосы Сьюзи снова закрывают глаза, но в диалоговом окне все еще нет. Выключать компьютер после занятий то Рель, видимо, не хочет принципиально, но не есть же оплачивать электроэнергию. И вот этому персонажу мы... Ну вы поняли. Персонажи из Undertale в этом мире прожили совершенно другие жизни и имеют абсолютно другую историю, но при этом почти полностью сохранили свою внешность и характеры. Хотя здесь в лучшем случае должен был быть эдакий Underswap, а в худшем от персонажей остались бы только блеклые тени. Не говоря уж про то, какое же невероятное совпадение, что все эти никак не связанные между собой персонажи совершенно случайно живут в одном городке. Концовка у главы всего лишь одна, да и та весьма негативная. От ваших действий зависит лишь развязка битвы с королем, но не финал в реальном мире. Хуже этого тот факт, что, по словам самого разработчика, одна концовка будет и в полной версии игры. Захочет, сделает хэппи-энд, захочет, все умрут. Нет, не то чтобы это было неожиданно. Единственная концовка существует в подавляющем большинстве видеоигр. Но дело в том, как я уже сказал раньше, что Дельта Рун не просто еще одна игра Тоби Фокса, она рекомендована специально для тех, кто прошел Undertale. А ведь одной из причин, почему нам так нравится эта игра, является именно то, что наши действия влияют на сюжет и его финал. И пусть в игре всего три полных концовки, Нейтрал, Геноцид и Пацифист, это все же придавало как реиграбельность, так и чувство ответственности за свои решения по ходу игры. И то, что в Дельта Рун наш выбор в итоге действительно ни на что не повлияет, после прохождения Undertale вызывает разочарование. Субтитры создавал DimaTorzok